Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Андрей Левдев. Сегодня мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященных функционалу производства. Сегодня мы с вами разберем работу с полуфабрикатами в рамках, подчеркиваю, это статическая схема. В динамической схеме это может выглядеть немного по-другому, но о ней мы поговорим в другой раз отдельно. Я покажу вам несколько вариантов, как задействовать полуфабрикаты в схеме производства. И сразу хочу предупредить, те из вас, кто готовится к соответствующему экзамену, 1С-специалист по производству и ремонтам, имейте в виду, что 1С в заданиях экзаменационных использует все те варианты, которые я буду показывать. Поэтому будьте внимательны, там буквально один-два слова меняет смысл задания и требует другого подхода к вопросу, связанному с полуфабрикатом. Если у вас будут появляться какие-то вопросы по ходу действия, вы их задавайте в чате, я его буду периодически смотреть, по возможности отвечать, но в любом случае в конце вебинара я посмотрю весь чат повнимательнее и на те вопросы, которые не ответил по ходу, постараюсь ответить. Что касается записи, да, запись будет. Так, давайте я запущу демонстрацию. Так, значит, сразу же предваряю вопросы. Демо-база 2512-147, Longtime. Значит, всю модельку будем реализовывать здесь. Что я сделал за кадром, что я не буду делать с вами. Значит, во-первых, я создал организацию. Думаю, что это не критично. Я создал в структуре предприятия цех 0.1, на котором у нас и будет происходить процесс планирования производства. И я создал склад, чтобы все автоматически заполнялось кладовую цеха номер 0.1. И я создал номенклатуру. Значит, мы, по сути дела, будем с вами работать с одним очень простым примером. У нас будет готовая продукция выпускаться, готовая продукция 0.1. При выпуске готовой продукции будет использоваться три материала. Материал 0.1, материал 0.2 и материал 0.3. Причем материал 0.1, он будет использоваться непосредственно при сборке готовой продукции. А из материала 0.2 и материала 0.3 предварительно надо будет создать полуфабрикат 0.1. Вот, у нас получается два этапа производства. Как это будет выглядеть в нормативно-справочной информации на производство, вот это мы сейчас с вами и посмотрим. Значит, первый подход заключается в следующем. Мы с вами перейдем в производство ресурсной спецификации и создадим новую ресурсную спецификацию. Новую ресурсную спецификацию на готовую продукцию 0.0.1. Производится будет одна штука. Называться ресурсная спецификация будет 0.0.1, вариант 1. И в производстве мы будем использовать материал 0.0.1, одна штука. И полуфабрикат 0.1, одна штука. Происходить производство будет в цех 0.1, длительность этапа один день. Ну, длительность этапа для нас не столь важна. Вот, в принципе, все. Значит, обратите внимание, что я здесь еще не заполню. У меня здесь не заполнена статья калькуляции. Напоминаю вам, что статья калькуляции, это, в общем-то, довольно условная вещь. Она нам нужна просто как аналитика для дальнейшей расшифровки себестоимости. Все. Больше никакого смысла у нее нет. И назначить статью калькуляции мы можем как хотим. Мы, значит, здесь используем статью калькуляции материала основные. А для полуфабриката мы возьмем вот эту статью. Полуфабрикат. Значит, в принципе, вот эти вот два, вот этот вот пункт, это единственное, чем в производственном процессе материал будет отличаться от полуфабриката. Вот это вот важно, это надо понимать, что с точки зрения системы не существует материалов, готовой продукции, полуфабрикатов. Система всеми этими понятиями не оперирует. Для системы, ну, кто не помнит, напоминаю, существует исключительно понятие товар. И, с точки зрения системы, готовая продукция – это тоже товар. Единственное, чем мы можем для цели бухгалтерского учета отличить готовую продукцию от материала, от полуфабриката, это вот этой настройкой. Группа финансового учета. Вот здесь, если мы будем задавать эту группу финансового учета. Вот здесь мы можем как раз указать материалы, готовая продукция, товар. Вот здесь как раз все будет видно, но будет видно только в контуре регламентированного учета. Для оперативного учета все это деление не является существенным, и мы его, по сути дела, задаем произвольно. Вот что захотели, вот то мы полуфабрикатом и объявили. Здесь у меня полуфабрикат выделен как отдельный вид номенклатуры, но, в общем-то, это тоже не обязательно. Я это сделал для собственного удобства. В принципе, не особо нужно это делать. Хотя это не ошибка, это никто не запрещает. Ну, давайте вернемся с вами к вот этой вот ресурсной спецификации. Последнее, на что обращаю ваше внимание, у меня здесь стоит обеспечивать. То есть, что это значит? Когда я запущу производство, создам заказ на производство вот этой вот готовой продукции. В качестве подразделения у меня будет выступать диспетчера тот же цех 0.1. Так, готовая продукция 0.01. Ну, неважно, 10 штук. Предположим, я выпущу. Получатель. Ну, тоже, в общем-то, не столь важно, кто. Предположим, основной склад. Значит, спецификацию у нас поставилась готовая продукция, вариант 1. Ну, сейчас она у нас одна. производство, провести и закрыть. Идем в управление очередью заказов. Вот у нас созданное заказ на производство. Формируем этапы по нему. Ну, он будет один. Вот. И, обратите внимание, всего один этап. И у нас здесь не происходит никаких особенностей телодвижений. У нас материал от полуфабриката ничем не отличается. Как мы и задали в ресурсной спецификации, система предполагает, что и материал 0.1, и полуфабрикат 0.1 мы будем получать со склада. Значит, почему у меня здесь не проставилось? Это, конечно, ошибка. Должно проставляться. Давайте проверим. Это настройка. А, вот. У меня не указана схема обеспечения. Схема обеспечения материала. Давайте я проверю. Может быть, я в других тоже не проставил. Хотя, странно, я ставил. Материалы. Материалы. Все стоит. Давайте для чистоты эксперимента я закрою этот этап. Перейду в управление очередью и его переформирую. Так, помечу на удаление. И сформирую этап. Диспетчирование этапов сформирован. Ну, вот. Все проставилось. Все замечательно. Значит, как вы видите, что полуфабрикат, что материал. Здесь никакого отличия нет. Ну, и на самом деле, отличие тут только в чем. Предположим, я передам уже статус к выполнению. И сейчас я возьму и попробую создать еще один заказ на производство по потребностям. Кладовая цеха 01. Собственное производство. Далее. Есть что-то нужное. Система видит потребность в этом полуфабрикате. Она формирует заказ на производство номер 6. Этот заказ на производство, это как раз заказ на производство вот этого полуфабриката 01. Значит, что я сейчас делал и в чем заключается вот этот вот способ работы. Я искусственно разорвал связку. Я не стал указывать на необходимость реализации полноценной тянущей схемы. И вместо того, чтобы сразу запустить производство полуфабриката, система просто зафиксировала потребность в этом полуфабрикате. И при следующей итерации, при следующей формировании заказа на производство, она эту потребность ушла и этот новый заказ сформировала. Вот этот вот подход, он удобен в том случае, если предполагается, что полуфабрикаты вы будете формировать сразу же на несколько изделий, сразу же на несколько заказов на готовую продукцию. В разной готовой продукции используются одни и те же компоненты. Вот в этом случае, с помощью такого подхода, все потребности для производства готовой продукции могут быть объединены в новый заказ на производство, на производство полуфабриката. Сразу хочу сказать, что если используется динамическое планирование, там к этому ведет немножечко другой подход, но об этом, как я уже сказал в другой раз. Так, перейдем ко второму способу. Перейдем ко второму способу. В чем он заключается? Давайте я перейду к ресурсным спецификациям. Я скопирую эту ресурсную спецификацию. У меня будет та же продукция, но вариант 2. И вот здесь, на закладке материала и работы, я кое-что поменяю. Способ получения. Вместо способа получения обеспечивать, я укажу способ получения произвести по спецификации. Можем спецификацию указать, но у меня ее нет, поэтому пока я это делать не буду. И что здесь еще вариант есть? Планировать после. Что это такое? Мы можем указать, после какого конкретного действия нам нужно запускать производство этого полуфабриката. Но это актуально в том случае, если у вас многоэтапная ресурсная спецификация. У нас только один этап. Итак, произвести. Производственный процесс оставляем без изменений. Запишем пока просто не включая в работу и создадим еще одну ресурсную спецификацию на производство полуфабриката 001. Собирается, как я и говорил, из материала 002 и материала 003. Одна штука и одна штука. Ну и здесь, естественно, у нас будут просто материалы и в том и в другом случае. Производственный процесс добавляем этап. Этап будет 1, цехи 0,1. Ну вот, в общем-то и все. Значит, все сделали. Устанавливаем статус действует. Записать и закрыть. Естественно, мы можем теперь вот здесь указать, что мы не просто производим, а производим по конкретной спецификации. В принципе, вот я сейчас поставлю, но для нас это не обязательно, потому что, если мы не укажем, система сама выберет нужную ресурсную спецификацию в соответствии с теми правилами, которые мы обсуждали с вами в прошлый раз. Итак, окей. Устанавливаем статус действует. Записать и закрыть. И теперь давайте попробуем с вами. Создадим новый заказ на производство. Скопируем тот, что есть. Так, и выберем другую ресурсную спецификацию. Ну, она более свежая, она более актуальная. Заказ сделали. И идем в управление очередью заказов. Вот он наш седьмой заказ. Действия. Сформировать этапы. Значит, прежде чем мы запустим формирование, обратите, пожалуйста, внимание вот на эту галочку. Не производить полуфабрикаты при наличии на складе. То есть, что произойдет. Система сначала создаст этап, который использует полуфабрикат. Потом посмотрит, можно ли этот полуфабрикат взять со склада. И если его со склада взять нельзя, если его там нет в свободных остатках, будет запущено производство этого полуфабриката. У нас этого полуфабриката нету. Давайте мы это сформируем. Смотрим диспетчирование этапов. У нас есть два этапа. Значит, один этап на производство полуфабриката. И на окончательную сборку. Материал 001 от полуфабриката 001. И второй. Так, ну вот для материала 002 почему-то тоже есть проблема с указанием схемы обеспечения. Хотя вроде вот только что проверяла, она там была. Так, значит, склад, кладовая. Есть один момент, на который стоит обратить внимание. Вот в том случае, если вы закладываете в работу тянущую схему, и у вас новый этап производства или этапы формируются в соответствии с ресурсной спецификацией по вот этому вот полуфабрикату. Потому что надо произвести. Обратите, пожалуйста, внимание, что в том случае, если у вас задействует такая цепочка, у вас происходит обособление. Мы не закладывали это в ресурсную спецификацию. Но система, с учетом вот той логики, которой она работает, она новый этап, производный этап, она запускается обособленным обеспечением. То есть, если мы посмотрим здесь выпуск, вы увидите, что выпуск происходит обособленный под назначением. То, что произведено вот в таком этапе, созданном в ходе формирования этапов на готовую продукцию, использовать куда-то еще не получится. То, что здесь выпущено, предназначено только и исключительно для закрытия потребности по данной цепочке производства. Так, вопросы есть. Вопросов пока нет, да? Ну, хорошо. Третий вариант, он немного сложнее. Давайте вернемся с вами к ресурсным спецификациям. Скопируем последний вариант. Это у нас будет вариант 3. И изначально заложим в этот вариант 2 этапа. У нас будет этап производства полуфабриката. И будет второй этап. Окончательная сборка. Окончательная сборка в том же подразделении. Два этапа. Зачем нам два этапа? Мы сейчас сюда заложим и материал 2, и материал 3. Вот. Казалось бы, есть определенная противоречия, но мы его сейчас ликвидируем. Итак, материал 2 и материал 3 используются у нас на первом этапе. Давайте, чтобы было красивее, мы вот так вот сделаем. Используется на первом этапе производства полуфабриката. По умолчанию система пытается все к первому этапу приписать, но нас это не устроит. Итак, материал 2 и материал 3 используются при производстве полуфабриката. Материал 1 используется в окончательной сборке. Полуфабрикат тоже используется в окончательной сборке. В чем нюанс? Мы, вместо того, чтобы брать со склада и производить по спецификации, мы этот полуфабрикат получим с другого этапа. С какого? С одного из предыдущих у нас он один доступный. И вот сейчас, когда я нажму ОК, система сделает еще одну вещь. Смотрите. Видите? Добавить промежуточный выпуск полуфабриката на этап производства полуфабриката. Что это означает? Смотрите. На первом этапе у нас будет полуфабрикат 001 выпущен как побочный выпуск. А потом то, что мы выпустили как побочный выпуск, будет использовано при дальнейшем производстве. Такой подход удобен в том случае, если вы по какой-то причине работаете в рамках одного производственного процесса, там нет смысла там делить его на какие-то части. Вот. Но вам вот этот промежуточный выхлоп, промежуточный выпуск надо какое-то время хранить на складе. Причем, и это важно, на складе он будет храниться по фиксированной цене. По фиксированной цене. Естественно, в результате у вас появятся какие-то отклонения. То есть, ну, вы понимаете, что он мог быть там реально по себестоимости стоить 410 рублей. Вы его там за 400 рублей на склад примете. Но потом, когда вы это израсходуете, все вот эти вот плюсы и минусы, они скомпенсируются. Вот. И вы будете видеть реально нормально просчитанную себестоимость. Так. Значит, как это будет выглядеть? Установим статус «Действует». Так. Не заполнена статья о калькуляции. Давайте заполним. Сделали. И создаем новый заказ на производство. Естественно, у нас здесь будет ресурсная спецификация. Вариант 3. Установим статус «Производство». Идем в управление очередью заказов. Вот у нас 8-й заказ «Формировать этапы». Смотрим. У нас два этапа. На первом этапе мы используем материал 002 и 003 и выпускаем полуфабрикат 001. Обратите внимание, что у нас идет побочный и промежуточный выход по фиксированной стоимости. То есть, когда мы будем ставить уже что-то реальное, да, ставить там этап, статус этапа завершен, система от нас будет требовать, чтобы мы указали здесь какую-то цену. Ту цену, по которой этот полуфабрикат будет оприходован на складе нулевой. Цены у него, естественно, быть не может. Кстати говоря... Кстати говоря... Ну, ладно, это я потом вам покажу. Вот... Здесь при окончательной сборке будет использован материал 001, полуфабрикат 001. И будет выпущена уже по рассчитываемой стоимости окончательно готовая продукция. Причем, обратите внимание, в принципе, не всегда это замечают, но, в принципе, в этапе производства на закладке выпуск у нас есть две табличные части. У нас есть табличные части изделия по рассчитываемой стоимости и табличная часть побочный промежуточный выпуск. Вы можете выпустить и то, и то, но только в последнем этапе. На этапах, которые не завершают цепочку, там доступен только выпуск по фиксированной стоимости. Либо вы должны разрывать ситуацию и как-то фиксировать реальный выпуск. Ну, давайте, значит, посмотрим. Значит, вот здесь у нас есть только побочный промежуточный выпуск по фиксированной стоимости. И вот здесь у нас, скорее всего, будет другая ситуация. Давайте сюда заглянем. Вот здесь у нас идет выпуск по рассчитываемой стоимости. Но здесь он есть почему? Здесь он есть потому, что у нас задействованы две разные ресурсные спецификации. Поэтому, если вам нужен промежуточный выпуск именно по рассчитываемой стоимости, вам надо делать цепочку и ставить произвести по спецификации. И если вы хотите в рамках одной спецификации работать, у вас будет только побочный и промежуточный выпуск по фиксированной цене. Значит, сразу возникает вопрос, можно ли эту цену задать заранее? Можно ли эту цену задать заранее? Да, можно. Значит, вот смотрите. Давайте, вернемся к ресурсной спецификации. Так, здесь, 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 здесь. Так, отсюда похоже убрали. Секунду. Так. Посмотрим, вот тут. Вот. Значит, у нас есть плановая цена. Да, вот тут написано в системных настройках плановые цены продукции отходов. Это как раз та цена, которая должна использоваться в качестве цены по умолчанию для побочного и промежуточного выпуска. И если мы с вами посмотрим диспетчирование этапов, то в этапе мы можем еще раз переопределить вот эту цену, да, указать вид цены какой-то другой. И тогда будет использоваться та цена, которую мы укажем в этапе. Значит, откуда берется эта цена? Эта цена формируется так же, как и обычные цены продаж в 1SRP. У нас есть понятие вида цен, и когда вы создаете вот этот новый вид цены, вы обязательно указываете, где именно эта цена будет использоваться. Значит, в нашем случае, естественно, нужна вот эта вот галочка. При выпуске продукции в качестве плановой себестоимости. Ну, здесь рубль должен стоять. Вот цена с этой галочкой, она как раз и может быть указана в качестве плановой в этапе на производство и соответствующие настройки в системных настройках конфигурации. Так, ну вот вам три механизма, значит, не буду это сохранять. Так, давайте посмотрю, какие вопросы появились. Как правильно использовать назначение по договору покупателя в производстве без заказа с полуфабрикатами, начиная с приобретения материала и заканчивая реализацией продукции? Смотрите, тут вот в чем дело. Здесь, ну, это, в принципе, даже тема для отдельного вебинара. Кстати, я его когда-то проводил. Может, действительно стоит возобновить еще раз. Значит, когда вы смотрите настройку и производство, и перемещение, ну, в общем, везде, где у нас фигурирует вот это вот обособление, у нас есть вот соответствующая настройка в системе. Для производства есть настройка обособления сырья и материалов. По сути дела, эта настройка определяет, как именно будет выглядеть обособление при производстве. Что будет аналитика этого самого обособления? Это может быть направление деятельности. Что это значит? Это значит, что вы запустили производство и потребности вот по этому заказу на производство. Они будут в качестве единственной аналитики использовать только направление деятельности. Ну, по переработчику понятно. По назначению продукции. По назначению продукции это так, это переработка. Простите, я открыл немножечко не то. Сейчас. Вот. Смотрите. Если вы снабжаете этап производства, то аналитикой вот этого обособления может быть направление деятельности, может быть назначение продукции. То есть, в том случае, если потребность сформирована заказом клиента, она будет аналитикой обособления в заказе на производство. И заказ на производство использует ту же самую аналитику при обособлении материалов. То есть, материалы тоже будут поставляться под конкретный заказ клиента. Это будет наследоваться. Значит, по заказу на производство, это значит, в материалах при их обособлении будет виден заказ производства. И по этапу производства это значит, что в аналитике обособления будет этап производства. В принципе, вот эта вот логика, она прослеживается везде, где используется это обособление. Тут важно только понимать один момент, на котором очень многие спотыкаются. Вот то, что здесь настроено, это та аналитика, которую вы увидите в потребности, но не в самом документе. То есть, если вы формируете заказ поставщиков под заказ клиента, а сформироваться обособление в материалах должно по заказу на производство. В самом заказе на производство вы вот эту вот аналитику обособления не увидите. То есть, настройка определяет то, какая аналитика будет в потребности сформированным данным документом. Но не в самом документе. Ну, вот тут на пальцах несколько сложновато это объяснять. Действительно, наверное, надо делать отдельный вебинар и смотреть, как это выглядит уже на примерах. Так, фиксированную цену нужно вручную проставлять или можно указать в настройках. Об этом рассказал. Да, можно указать в настройках, можно проводить ценообразование специально для этого. Этапы разбиты по цехам и после каждого этапа полуфабрикат перемещается в следующий цех. Как их лучше учитывать? Смотрите. Значит, здесь все будет определяться схемой обеспечения. В схеме обеспечения вы указываете, откуда полуфабрикат должен браться в том или ином цеху. И, условно говоря, если полуфабрикат вам нужен в цехе номер два, вы в схеме обеспечения можете указать, что вы берете его из кладовой цеха один. Это вполне разрешенная операция. И можно, конечно, отдельно фиксировать перемещение между кладовыми, передача материалов. Там есть соответствующая операция для этого. Единственное, что следует помнить в том случае, если вы используете вот этот вот подход, когда один цех берет какой-то полуфабрикат из кладовой другого цеха, придется оформлять документ передачи. Когда вы берете какие-то материалы из кладовой, система не требует оформления документа, но только если это кладовая именно этого цеха. Если чужой цех производства берет из чужой кладовой, тогда надо будет документ оформить. Так, в заказе... Так, как лучше посмотреть отчетом суточное выполнение в разрезе полуфабрикатов? Ну, как-то не знаю даже, что ответить. В принципе, вы все это будете видеть в отчете. Движение, ТМЦ и затрат. Ну, тут разные есть варианты. В принципе, здесь вы увидите все и выпуск, и передачу. Единственное, что, конечно, вот этот вот отчет в исходном варианте, он достаточно такой крупный. Вот, там надо, значит, его донастраивать, немножечко с фильтрами поработать, там ненужную информацию брать. Но вот путем модификации этого отчета чаще всего любые данные, связанные с выпуском, они становятся видны. Вот, это первое, если вам нужны чисто производственные вещи. И второй момент, если у вас выпуск имеет там явную форму, если это реально выходит в кладовую, ну, смотрите складские отчеты. Возможно, с расшифровкой по документам. Вот, и в складском отчете вы прекрасно увидите и расход в производстве, и выпуск из производства. Вот, совершенно нормальная ситуация. Так, еще какие-то вопросы есть? Ну, хорошо, значит, еще один момент, который я хотел бы отметить, прежде чем, так сказать, с вами попрощаться. Смотрите, значит, вы, наверное, знаете, что у нас существуют ресурсные спецификации не только типа изготовления сборка, хотя чаще всего используются именно они. Есть еще спецификация ремонт. Есть спецификация разборка утилизации. Логика работы с ресурсными спецификациями и с полуфабрикатами здесь тоже вполне соблюдается. Если вы посмотрите, я сейчас не буду это до конца делать, вы можете увидеть, что мы можем предусмотреть какое-то промежуточное производство в ходе того же самого ремонта. Это вполне возможно, там, не знаю, вы ремонтируете мебель, делаете какую-то смесь, да, чтобы там лак нанести. Ну, вот, пожалуйста, у вас будет производственный этап в рамках общей цепочки этапов. И вполне возможна ситуация, там, получить с этапа. То есть при ремонте вы проводите какую-то разборку, потом, значит, обратную сборку получаете с этапа какого-то, какой-то полуфабрикат, какую-то часть изделия. То же самое можно сказать и при разборке утилизации. Если в ходе разборки утилизации вы что-то используете, вы это что-то можете отдельно произвести, можете получить с этапа. Можно сделать связь, вебинар по связке производства и ордерных адресных складов. Ну, я не знаю, я не знаю, что там, в принципе, показывать. Ну, да, отгрузка, она и есть отгрузка. Вот. Получение готовой продукции с этапа. Проблема с документом основания. То это этап, то передача продукции. Как сделать обязательно, что документ основания, только передача. Все делается на основании. Задвоение принудренним движением между ячейками. При приеме отсутствия связки, ордер размещения, ошибки из-за этого. Ну, тут, понимаете, тут, ну, может, и имеет смысл. Но я боюсь, что не натянем мы здесь на полноценный вебинар. Там надо проверять, собственно, настройки склада. Вот. Просто в разных случаях основанием могут быть действительно разные документы. Плюс ситуация еще несколько осложняется тем, что в динамической схеме там заявок на передачу нет вообще. Ну, ладно, я понял вас, я подумаю, может, действительно что-то здесь можно сделать и показать. Пример с довальческой схемой. Ну, не так давно я вебинар в прошлом году делал по довальческой схеме. Мы там, ну, все просто рассматривали, все варианты. Или вы имеете в виду довальческую схему в производстве? Ну, да, можно, наверное. Наверное. Да, хорошо. Наверное, это действительно имеет смысл. Передачу в переработку и заказы на производство. Да. Из производственного процесса, да, имеет смысл. Тем более, что, насколько я помню, там надо с этой схемой работать очень аккуратно. Если вы ее будете на экзамене реализовывать, там надо быть предельно аккуратным с датами, с последовательностью создания документов. Потому что система там, ну, не всегда работает логично и где-то вас может забаллотировать. Может, имеет смысл, да. Согласен. Согласен. Можно сделать по довальческой схеме. Так. Так. Давайте я ваши вопросы скопирую, чтобы не забыть. Так. Значит. Ну, все тогда. Если вопросов больше нету. Так. На ИТС старое описание. Да нет, есть у них новое, я помню, было. Ну, ладно, в любом случае, для переработчика сделаем. Вы, естественно, имеете в виду вот эту вот новую схему, где они там чуть-чуть отпустили все. А, для довальца. Только для довальца, понятно. Ну, ладно, давайте попробуем сделать. Вот. Ну, и я напоминаю, что у нас в планах посмотреть связку с планированием. То есть, как полуфабрикаты в планах проявляются. Как идет разузловка до материалов. Как вообще от готовой продукции прийти к потребности в выпуске. Там есть определенные закорючки, которые надо учитывать. Вот такой вебинар я тоже планирую. Ну, и я помню, заявляли о том, что хотите вебинар по параметризации ресурсной спецификации. Вот об этом отдельно. Такой вебинар я готовлю. Скорее всего, он будет в следующем месяце. Вот. Так что вы в майские праздники уходите аккуратно. Ничего не пропустите. Чтобы ничего не пропустить. С каким числом вложенных полуфабрикатов спецификации сможет работать. Вы знаете, не готов ответить. Прямого ограничения я не помню. Чтобы проблемы были с вот такой расшифровкой. Ну, тоже чего-то такого не припоминаю. Так что, ну, не готов ответить. Я не встречал ситуацию, когда это становилось реальной проблемой. Скажем, вот так вот отвечу. Так, ну, всё тогда. Да, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok